Серьезная авария или небольшой технический сбой? Такие дискуссии заполнили Новосибирское информпространство на фоне того, что в домах, которые обслуживает ТЭЦ-5, батареи стали греть хуже. Что произошло на самом деле и как продолжится отопительный сезон, расскажет Николай Сальников. После появления дезинформации в ряде интернет-СМИ о том, что якобы на Новосибирской ТЭЦ-5 произошла авария на одном из энергоблоков, городские власти создали специальную инспекцию, чтобы изучить ситуацию на месте. Если посмотреть на это фото, где изображена территория теплоэлектроцентрали номер 5, то можно увидеть, что сами энергоблоки расположены вот в этом здании. Проблемы действительно были с пятым энергоблоком. Однако, по мнению энергетиков, термин «авария» здесь неприменим. Речь идет о технологическом отказе. Котел проработал достаточно длительное время. Наработка поверхности нагрева, которая была провеждена 166 тысяч часов, что в принципе немножко, но превышает так называемый парковый ресурс этой поверхности. Для нас прозвенел звоночек, что эту поверхность надо менять. Котел прошел необходимые гидравлические испытания после ремонта и технические службы разрешили его дальнейшую эксплуатацию. Сегодня профилактические работы ведут на шестом энергоблоке. Через несколько дней он начнет функционировать как резервный. Будет страховать остальные агрегаты при пиковых нагрузках. Количество обращений мы насчитываем чуть больше двухсот за эти сутки на жалобы на некоторое снижение в квартирах температуры. Мы по каждой жалобе буквально отрабатывали. Было некоторое понижение температуры, порядка до 100 градусов теплоносителя выходной относительно 115, то что сейчас. И с тем, чтобы убедиться, что все нормально, я приехал сюда. Энергоблок работает в режиме, все параметры выдаются. И поэтому никаких сомнений в том, что тепло будет поступать в квартиры новосибирцев нет. Кстати, по прогнозам, с которыми работают энергетики, текущая волна холода в регионе последняя. Ожидают, что вскоре зима пойдет на спад. И частичного ремонта хватит для завершения топительного сезона. Ремонт пятого энергоблока сделали в течение суток. Заменили три трубы экономайзера. Сейчас на пульте управления можно убедиться, что напряжение уже есть. Летом планируют совершить капитальный ремонт агрегата. Это обойдется более чем в 20 миллионов рублей. Николай Сальников, Андрей Дулепов. Новости ОТС.